В районном краеведческом музее продолжается презентация поселений, посвященных 85-летию Орехово-Зуйского района. Этот месяц будет посвящен достопримечательностям Беловинского сельского поселения. Несмотря на то, что Беловинское поселение считается сельским, на его территории находятся несколько городообразующих предприятий, на которых работает почти половина населения. Предпринимательство в крови у местных. После отмены крепостного права в этих местах крестьяне из Губина открывали собственное дело. Много нас и богатства, это и глина, и песок, и плодородная земля. И самое богатство – это наши поселения. У нас предприниматели, знаю Погубин, это Кокуновы, Ишковы, в них были свои предприятия. Жители работали на этих предприятиях. Сейчас мы храним эту историю. На территории поселения много объектов и культурного наследия. Часть из них – это храмы. Жители Беловинского поселения испокон веков были верующими и не отрекались от веры даже в годы гонений. Хранили церковные книги у себя в домах. Недавно в Яковлевский храм вернулась некогда утраченная святыня. Ну, это церковная книга для богослужения. Здесь даже есть в дар от Дмитрия Левкоеву. Подарено было 1 декабря 1864 года для храма села Яковлева. То есть это называется Минея. То есть Минея – это был месяц. То есть месячная книга моя. Здесь указаны все памяти святых и им совершается богослужение. В район Икраеведческий музей священник Михаил Лытьков приехал не с одной Минеей, а с двумя. Вторую церковную книгу он оставил в дар музею. На официальном открытии месяца Беловинского поселения в районном музее сельские мастера представили свои работы. А на самой встрече рассказывали о неизвестных страницах истории своей малой родины. И говорили о дальнейшем развитии всех 25 деревень, входящих в состав Беловинского сельского поселения.